Открыла, вот зажигаю. Газа нет. Своей газовой плитой Ирина Васильевна не может пользоваться уже шестые сутки. Газ перекрыли еще на прошлой неделе. По несколько раз в день 80-летняя женщина с кастрюлями или чайником вынуждена ходить в квартиру соседки, которая расположена на той же площадке, но по другому стояку. Жители уверены, без газа их оставили из-за соседей с пятого этажа. Где-то около 200 тысяч они должны за квартиру и за газ. Квитанции было где-то около 15 тысяч. Повесили объявление, что у нас утечка газа, поэтому нас отключают. Нет никакой утечки газа, только за то, что они должны. В объявлении написано, что в доме проводятся ремонтные работы, однако люди в это не верят. Газ отключали и по другим стоякам, и в других подъездах дома. Антон должен был газовщикам 10 тысяч рублей. Как только он заплатил, проблема решилась. Я подписал акты полностью, то есть меня уведомили о том, что подключают, все расписался. В Горгаз поехал с ними. Там был вопрос о рассрочке, но в целом мы заплатили сразу, и все, вопрос ушел. Пришли, подключили на следующий день. Как я понимаю, это просто компания так решила долги с людей под жесткой формой решить этот вопрос. Газовщики от комментариев на камеру отказались, однако по телефону продолжали настаивать на том, что к устрашающим мерам отключение газа в доме номер 5 по кирпичной не имеет никакого отношения. Ну, люди могут есть, научу говорить. Мы проводили ремонтные работы, включили газ. Сейчас не можем запустить из-за того, что не едут, пока стоят у нас. Рисовка не может пройти. Сегодня еще раз попробуем вечером. Вечером бригада газовщиков действительно выезжала в этот дом, однако, по словам Ирины Васильевны, газ в ее квартире так и не появился. По словам юристов, отключать газ по всему стояку, наказывая всех жильцов за долги одной семьи, работники коммунальных служб не имеют права. Люди вполне могут обратиться в суд и добиться выплаты компенсаций.